Володин предстерег депутатов от лживых выступлений в Госдуме. Коллеги, давайте договоримся, что когда речь идет о хамстве, будем отделять хамство и отсутствие политической культуры от политической партии, фракции, потому что один член партии ошибаться может, а партия ошибаться не должна, потому что там и риски, и ответственность другие. Но если есть хамство, давайте хамство называть хамством, откуда бы оно ни звучало, из какой бы фракции ни был депутат, не надо использовать думскую трибуну для распространения лжеклеветы, если есть факты, отправьте их куда положено, а так получается спрятались за думский иммунитет, за трибуну, нам надо подумать, кстати, ответственность должна быть выше. Это, наверное, по поводу Рашкина, по поводу высказываний, а не старые, так сказать, друзья, в кавычках, Володин с Рашкиным, они никогда, так сказать, не... Нет, ну они общаются наверняка, и я даже уверен, что по каким-то вопросам договаривались и совсем недавно, но у них внутренняя нелюбовь друг к другу очень сильная. И Володин говорит о какой-то ответственности у депутатов иммунитет от преследования за высказыванием, и это истинно, никуда не денешься. То есть, почему есть неприкосновенность? Именно базовая, так сказать, неприкосновенность, это неприкосновенность в отношении депутата за его высказывание, а не потому, что он там кого-то украл, у кого-то что-то украл, кого-то убил. Нет, за высказывание, и эту неприкосновенность, этот иммунитет они навряд ли смогут отменить, как же так? Хотя, видите, Володин уже говорит об этом, это удивительно. Пишет, Володина в преемнике готовит эксцент просто. Нет, конечно, Володин слишком конфликтный, он вроде не конфликтная личность, но он любит всех подставлять, переигрывать и так далее. Интриган, он серьезный, очень серьезный интриган, и он очень работоспособный. То есть, он интригует 24 часа в сутки, работает по многу, он трудоголик, ну, раньше, по крайней мере, сейчас не знаю, был. А людям это все не нравится. Почему не нравится? Потому что, ну, с ним достаточно трудно. То есть, он совершенно спокойно может поменять на диаметрально противоположную позицию в один день. То есть, с утра он тебя будет убеждать вот в этом, а там, допустим, в обед что-то случилось, ну, там, например, в Кремле, да, ему там сказали, что нет, позиция прямо противоположная. И вечером он тебя будет уже убеждать в прямо противоположном. Причем, и с утра, и вечером он будет убежден в этом на 100%, что это правильная позиция и утром, и вечером. То есть, вот такой вариант двоемыслия. Поэтому, конечно, такие путинские товарищи, там, как Сечин, Ротенберги, всякие, Миллера, я думаю, что они сильно не любят Володин. Очень сильно. Но у него есть другая, так сказать, клика, да, вот как сейчас написали, а, тут кличка написали, кличка Вацлав. Да, Володина зовут Вацлав. История клички я уже вам рассказывал, что в думе первого созыва было два слова. Слава Мальцева, слава Володина. Чтобы не путать, Володина стали звать Вацлав. Это придумал Тимошок Александр Михайлович, ныне покойный, да. Так он и получил эту кличку. Другие клички не прижились. Хотя пытались определенные его пиарщики, какие-то великие клички, типа Воланд, Византийцы и прочее, не прижились. То есть, как был он Вацлав, так и остался. Слава Мальцева, слава Володина.